Дорогие зрители, здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Я приветствую сердечно всех тех, кто отращивает волосы, кто со мной. Дорогие зрители, недавно я опять же рассказывала об этом в своем видео про лайфхаки. Включила свое видео совершенно случайно. Это тоже было видео о лайфхаках, где я открыла новые для себя лайфхаки. Вообще я поняла, что у меня какой-то вечный контент. Если я не знаю, о чем где снимать, мне стоит какое-нибудь свое старое видео включить и вещать о том же самом. Потому что действительно, я думаю, что раз уж я сама своих лайфхаков забываю, то зрители, тем более, тем более, те, кто пришли позже, гораздо позже на канал, соответственно, не смотрят видео какой-то там давности. О чем я, точнее, к чему я все это рассказываю? Я увидела себя, что называется, со стороны. Совершенно точно я поняла, что меня, как и любую женщину, на мой взгляд, как большинство женщин, будем корректны, точнее, как автор канала, скажу более корректно, все-таки, наверное, большинство женщин, Все-таки очень и очень молодят удлиненные прически. Удлиненные, это вот примерно, как у меня сейчас, еще длиннее и так далее. Вы не представляете, какое количество итальянок я вижу, снимая свой стритстайл. Возраст, который на камеру не передается, потому что, ну, камера, опять же, она, что называется, замыливает определенные образы. Все зависит от того, насколько далеко ты снимаешь, как часто ты используешь зум. Если ты используешь зум, то, в общем-то, все лицо, оно как в фильтрах, то есть совершенно не видно детали лица, детали кожи, допустим. Как молодо выглядят многие итальянки, я вставляю их в обзоры 50+, но иногда даже не могу вставить, потому что я уверена, что многие зрительницы вообще не поймут, почему именно этих итальянок я вставила в стритстайл, допустим, 50+, потому что, ну, настолько молодят удлиненные волосы. Поэтому здесь я совершенно точно буду стремиться к 40 годам, через 2 года, мне 40 лет, я сделаю себе шикарный подарок. Это будет даже не какое-то шикарное пальто, не какая-то шикарная сумка, нет. Вот если я смогу отрастить волосы, как я их себе представляю, то, соответственно, это будет мой подарок себе. Но я уверена, что я смогу это сделать. И я также уверена, что многие посмотрят на меня, потом, возможно, отлистав на 2 какие-нибудь года назад мой канал, захотят так же сделать, потому что увидят, что это возможно сделать. Поэтому всех я позвала на отращивание волос здесь и сейчас. И могу сказать, что я пришла к очень простому выводу, посмотрев начало своего канала, жизни своего канала, где я записываю видео. Например, есть видео про рисовую воду. Я совершенно точно помню, что про рисовую воду я записывала видео незадолго до того, как я отказалась от рисовой воды. А если вы посмотрите еще более ранние выводы, видео точнее, например, я делала обзор своей швабры моющей. На самом деле, сложно мне самой сказать. Но в любом случае, вы увидите, что у меня там по-другому лежат волосы. Они, во-первых, другого цвета, потому что я еще их не обесцветила. А во-вторых, они там как будто бы в локонах. И вот я когда сама посмотрела на эти видео, я поняла, почему многие меня спрашивали. Яна, как вы делаете свою прическу? Как вы делаете свою прическу? А я все время говорю, да вот так просто и делаю, расчесала и пошла. Волосы высохли естественным путем, и я пошла. К чему я это рассказываю? Я это рассказываю к тому, что в определенный момент я поняла, что моя социальная жизнь стала очень-очень активной. Когда я начала записывать канал, Данечка не ходил в сад. Я забирала только одного ребенка из сада. Это значило, что я часто могла свои волосы спрятать под кепку. Я могла свои волосы спрятать под шляпу. То есть я очень редко выходила, что называется, в люте. И канал записывала тоже. Не каждый день, как я решила это сделать. В определенный момент я рассказывала, почему я решила выпускать видео каждый день. И вот могу вам сказать совершенно точно, что тогда мой уход отличал один единственный момент. Я была полностью, стопроцентно на натуральном уходе. Это были уптаны для помывки головы. И сейчас я приготовила коробку. Немножко покажу вам свои травы, которые у меня остались. Расскажу свои впечатления о них. Не пользовалась я ими, наверное, уже два года. И тогда я как раз таки практиковала ополаскивание рисовой водой, мытье ржаной мукой, нутовой мукой, рисовой мукой также. Но все это делать крайне неудобно. Потому что, во-первых, это нужно разводить. Это нужно готовить. И чаще всего ты оказываешься в душе, когда ты понимаешь, что ты себе забыла развести вот эту смесь из чего-то. И также могу сказать, что если вы решите мыть голову мукой и будете делать это достаточно часто, допустим, каждые два дня, я вам искренне рекомендую делать это в душе и вставать в тазик. Потому что любая мука, в особенности рисовая, засоряет трубы. Рисовая мука, она не растворяется с водой, как, допустим, мука ржаная, как, допустим, мука нутовая. Нутовая мука, кстати, очень неплохо пенится. Если вы хотите перейти на натуральный уход со волосами, я рекомендую вам нутовую муку. Она прекрасно подходит для интимной гигиены. Она прекрасно подходит для умывания даже очень жирной кожи. Нутовая мука прекрасно обезжиривает. И нутовая мука создает у нас потребителей, привыкших к потребительскому комфорту женщин, создает ощущение, что мы намылили нашу голову. Потому что даже если вы возьмете в ладонь, либо, допустим, в небольшой пластиковый стакан, небольшое количество, допустим, 2 столовые ложки муки нутовой и туда направите воду из душа, вы увидите, что у вас забьется некая пена. Поэтому есть ощущение, что, да, пенятся волосы, соответственно, моете с чем-то пенящим, потому что у нас зачастую чистота нашей кожи, чистота наших волос ассоциируется именно с тем, что то средство, которое мы используем, оно должно пениться. И, кстати, шишикай, я его не включу в этот обзор, просто потому что у меня его нет. Шишикай также пенится, причем пенится несколько лучше, чем нутовая мука. Поэтому, если вы хотите перейти на натуральное мытье головой, любая, по большому счету, мука вам в помощь. Даже самая обычная пшеничная мука тоже неплохо обезжиривает и чистит, и прочищает волосы. И здесь не могу не сказать, что я получаю все больше и больше положительных отзывов о мытье волос соды. Есть и негативные отзывы. Кому-то не понравилось, у кого-то, в общем-то, не пошло, не промылось, а тот и даже пишет, что волосы стали сухими ломками и пушиться. Вот сухие ломкие волосы и пушащиеся после соды. Внимание, это способ обратить на внимание, точнее, да, внимание, это способ обратить свое внимание на естественное состояние ваших волос. Если вы очистили, неважно чем, шампунем глубокой очистки, так называемым гошем ваши волосы, либо содой, возможно, неоднократно нанеся соду, возможно, не единожды нанеся соду, и вы увидели, что ваши волосы ломкие, пушистые, пушатся, не держат форму, это те волосы, которые вы на самом деле имеете. Потому что, когда вы используете любые промышленные уходы, вы, в общем-то, получаете некую картинку, которая хороша до поры до времени. Почему? Потому что все это в волосах накапливается, и в определенный момент, как по щелчку, этот момент происходит очень быстро. За неделю вы можете понять, что ваши волосы еще вчера были классными, хорошо выглядели, а сегодня это не просто солома, это некий пластик, достаточно жесткий. Вот это как раз-таки происходит, когда мы очень долго на промышленном уходе, когда очень долго мы не очищаем наши волосы корректно, при помощи шампуня, прежде всего, глубокой очистки, и сода здесь нам в помощь, если у нас нет шампуня глубокой очистки. Поэтому это к вопросу о том, что после сода волосы стали ломкими. И, в общем-то, к чему я это видео записываю? К тому, что, да, я решила перейти 100% на натуральный уход. Кефир на голову, да, я много раз рассказывала, как мне, по-моему, кефир. Ополаскивание волос уксусом. Еще этим летом я ополаскивала волосы уксусом и рассказывала, что действительно, в это сложно поверить, но волосы после уксуса гладкие, чешуйки волос закрываются, и мы можем, в общем-то, вот так руками по нашим волосам провести, они будут гладкие, так же, как после кондиционера. Даже влажные волосы будут прекрасно-прекрасно расчесываться. Сейчас я покажу, что я решила, так сказать, расслабить. Многие, кто на моем канале из-за минимализма знают, что часто я расслабляю теленные вещи, пытаясь их додосить, доиспользовать, доесть, если речь идет о каких-то продуктах, которые я купила, и, в общем-то, стоят они годами, если они не испортились, прежде всего, крупы, если они не окислились, я все это стараюсь, что называется, доесть, чтобы впредь было неповадно подобное покупать. Те вещи, которые я сейчас вам покажу, были куплены, знаете, три года тому назад, возможно, даже больше. Итак, что это такое? Это амла. Я сейчас даже не вспомню, что такое амла и чем она знаменита, хотя могла бы вот прямо-таки здесь прочитать на инструкции, это не важно. Я изначально очень рекомендую кхади, и сейчас скажу еще одного производителя, в том, что касается хны. Тоже часто возникает вопрос под видео о хне, хотя мне казалось, что я там свою хну все-таки показала. Кхани производит не только хну, не только смеси красящие из хны, плюс басму, плюс еще что-то, рассчитанные на, допустим, такие волосы, как у меня, достаточно светлые, на более темные волосы, на каштановые волосы. И могу сказать, что амла, вот в данном моменте, она даже не открыта эта банка, она считается кислой, кислой травой, кислым порошком для наших волос, так же, как, допустим, уксус, так же, как, допустим, лимон, и так же, как, допустим, кефир. И волосы вообще очень любят все кислое, но, честно скажу, какую-то вау-реакцию своих лично волос, вот такие они у меня, как есть, сейчас ничем не обработаны, естественно, как было сказано в одном видео, точнее, не в видео, а в выпуске Comedy Club, хоть не идеально, зато натурально. Соответственно, Кхади, точнее, Кхади, да, очень классный производитель, но именно амла, при том, что, если мы зайдем на какой-нибудь отзовик, типа Айрек, Айреком, амла будет пользоваться огромной популярностью среди девушек, ухаживающих за волосами, я могу сказать, что совершенно никакое впечатление на меня не произвело. А вот это я вообще не знаю, как на русском произносится, вы сможете это купить на Амазоне, это очень знаменитая фирма, ну, и на Амазоне вообще, во многих магазинах, это, ставлю сюда картинку, да, даже не знаю, что это такое, вот это мне понравилось, потому что действительно делает волосы очень и очень мягкими, единственное, что готовить сложно, замачивать очень часто все это нужно за сутки, конечно же, забываешь, а голову надо помыть. Это, как вы видите, у меня второй пакет, первый я использовала худо-бедно, второй купила, потому что очень мне понравился вот это, как раз-таки этот, я даже не знаю, как это на русском называется, на итальянском даже не произнесу. Соответственно, да, вот это конкретно я рекомендую. А вот здесь у меня, а, это, кстати, я расслабляла-расслабляла, и муж мой, видимо, вынул из мусорки. Это что-то там, дюпон, это что-то для карточек, конечно же, не нужно, хорошо выброшу. Лавровый лист, когда-то я покупала, к волосам не имеет отношения, хотя многие ополаскивают лавровым листом, это я думала, буду поджигать и делать прекрасные запахи. Ничего подобного. Вот, фиену грейко, на русском языке, я даже не знаю, как это произносится. Возможно, зрители, которые часто помогают мне своими комментариями определить связь между итальянским названием и русским, фиену грейко, советую всей душой, потому что очень мягкими волосы оставляют. И на самом деле это используется, это средство используется женщинами в Индии, прежде всего, прежде всего, как кондиционер для волос. Вот, действительно, заваривать сложно, настаивать очень долго, но эффект, как после кондиционера, мне понравилось. Что у меня здесь еще имеется? Бахеда пауэр. Я вообще не знаю, что это такое, придется поэкспериментировать, потом вам расскажу, что такое бахеда. Где-то у меня, где-то я себе запоминала, но, повторюсь, давно не пользовалась. А это просто смесь индийских трав. Много всего. Возможно, здесь есть и амла, да, она здесь есть, и фиену грейко, наверняка. Тоже завариваешь, наносишь на голову, все течет, все капает, но потом вот такие волосы, действительно так. Я много раз рассказывала в своих видео, как правильно заваривать индийские травы, их на относятся к индийским травам. Очень важно понимать, что не нужно пренебрегать тем, что пишет производитель на этикетке. Если он пишет, замачивает за сутки, нужно замачивать за сутки, потому что эти травы, они очень и очень высушены, для того, чтобы в них не завелась плесень. И это значит, что если в них, они не получили достаточно влаги, они эту влагу возьмут с наших волос. Очень многие получают жесткие волосы после уптанов, которые уже продаются готовыми, после, опять же, использования любой индийской травы. Соответственно, очень важно правильно замачивать, что это. А это у меня, кстати, темная хна. Темная хна, вообще, что такое темная хна? Это хна, смешанная с басаной. Как правило, ни в коем случае нельзя мне ее использовать, а то буду рыжая и темная. Нет, этому нужно быть очень осторожным. Но вот это можно использовать. Но, опять же, я пользуюсь сейчас перекисью водорода для лица, поэтому мне это не поможет. Наверное, летом буду использовать. В качестве загара. Вот, на самом деле, нанесешь на 30 минут, и кожа очистится, и с кожей все хорошо. И лицо такое более коричневое, очень-очень отдохнувшее. Ну и последнюю упаковку, видите, даже я ее не раскрыла. Купила много лет тому назад. Даже не знаю, что это, уже забыла. Обязательно все это на себя нанесу. И последнее, что хочу сказать, вот такая, да, у меня здесь коробка, где все было для волос в свое время. Желатин. У меня есть вот такой рыбный желатин. Вообще, в Италии желатин, это именно из рыбы. А в России желатин, мы знаем, он используется из субпродуктов, прежде всего из костей. Вываривается, либо каким-то образом готовится. Могу сказать, что маски с желатином, это абсолютная фикция. Если вы пойдете и посмотрите, что такое домашнее ламинирование, ламинирование в домашних условиях, вы поймете, что это желатин разбавленный, смешанный, так или иначе, с маской для волос, либо с кондиционером для волос. Так вот, все, что мы получаем, эффекты, то, что девушки часто описывают, я уверена за 100%, потому что много раз я пыталась заламинировать волосы в домашних условиях. Это не что иное, как длительное воздействие на волосы влаги, потому что мы волосы долго влажными, носим полчаса, час, девушки некоторые советуют. И плюс воздействие, конечно же, кондиционер. То есть именно поэтому волосы блестящие и гладкие после так называемого домашнего ламинирования при помощи желатина. Не советую никому это делать, потому что, тем более, вы переходите на натуральный уход. Кстати, на натуральный уход, чтобы перейти, очень важно воспользоваться за неделю до, за 10 дней до шампунем глубокой очистки. Убрать весь промышленный уход. Если шампуня глубокой очистки у вас не имеется, пожалуйста, соду, мойте голову содой, волосы содой ополаскивайте в течение недели, 10 дней. Не бойтесь, что волосы станут сухими. Не станут они сухими, это просто вы увидите свои настоящие волосы, которые сможете достаточно неплохо восстановить. И, возможно, в начале этого видео не прозвучало так явно и точно. Зачем я делаю сейчас натуральный уход? Не потому что я хочу расхламить, а мне выбрасывать жалко. Нет, потому что вот я уже полгода пытаюсь, полгода пытаюсь, уже волосы длину убрала, но волосы как-то куценько висят вокруг лица, и было совсем по-другому. Именно поэтому я начала свое видео с того, что я посмотрела свои старые видосики, свои старые видео, увидела там другие волосы. Ромашка. У меня на самом деле ромашки гораздо-гораздо больше, это остатки ромашки. Искренне рекомендую ополаскивать волосы ромашкой. Я рассказывала, что я начала ополаскивать волосы ромашкой, и именно тогда родилось в моем понимании натурального ухода за волосами. Вот действительно копеечные средства, простые средства, ну просто их вот неудобно использовать, зачастую дают больше эффект, и зачастую дают именно вау-эффект. Вот для меня кефир и ромашка, это то, что дает на моих волосах вау-эффект. А начала я ополаскивать, я новорожденных детей по совету российского педиатра купала в ромашке. Дорогие мамочки, если у вас есть маленькие дети, вот прямо-таки новорожденные, у них раздражение, вот это первичное на коже, у них еще кожа не имеет своего, своей микрофлоры, и очень много покраснений, все что угодно. Может быть, купаете вашего ребенка в ромашке, вы увидите, насколько у него будет гладкая, нежная кожа. Так вот, было очень жарко, когда родился габрюшечка, он родился в июне, стояла неимоверная жара. Я его искупаю, спать уложу, усыплю, и бегу к этой ванночке, в которой я его купала, ополаскивала, а купала я габрюшечку, наверное, пять раз в день, потому что было очень и очень жарко. И себе на голову выливала эту ромашку. Но через две недели вот такого обливания, несколько разового ромашки, когда ты охлаждаешься сама, освежаешься сама, я поняла, что мои волосы вот просто другого состояния. Чего я вам желаю? Желаю вам прекрасных открытий, восстановить ваши волосы, прекрасную шевелюру, и уже заметить результаты в ближайшие шесть месяцев. По моему опыту могу сказать, что за шесть месяцев можно добиться прекрасных причесок, прекрасных волос. Это была Яна Скворцова, увидимся очень скоро. Всем пока-пока.